всем привет кажется что я опечален так сказал уныло всем привет это я просто посмотрел телевизор я иногда смотрю телевизор вообще раньше я любил когда я жил в советском союзе телевизор у меня не выключался в квартире потому что больше нечего делать только выпивать закусывать и смотреть телевизор там было много чего интересного передачи заканчивались в 10 часов вечера вещание прекращалось и больше ничего не было до 10 можно было отрываться и смотреть ансамбль народных инструментов и хоры казачьи песни а также репортажи с с разных собраний но иногда кино а сейчас я как не включу телевизор все время попадаю на передачу под названием три аккорда и настолько эта передача меня потрясает происходит внутреннее какое-то изменение и в душе и в голове и везде и в теле даже я становлюсь каким-то другим когда смотрю передачи три аккорда что я решил назвать рубрику три аккорда это будет плагиат а мне плевать пускай будет плагиат три аккорда с лексеем рыбином ну и первым номером в рубрике в рубрике три аккорда я покажу вам пластинку отиса спена замечательного блюзового пианиста к сожалению уже покинувшего наш материальный мир в 1970 году в возрасте 40 лет ну 40 лет это на самом деле немного это конечно уже взрослый человек взрослый мужчина поживший но если учесть что он до этого долго-долго играла записывал много-много пластинок то он сказать что он умер достаточно молодым это все таки не миг джаггер в наше время да и не пинг флойд в наше время те постарше будут так вот эти спен человек который переиграл со всеми наверное самыми значимыми блюзовыми музыкантами был постоянным членом группы мадди отраса величайшего записал с ним очень много музыки но помимо мадди отраса играл с с кучей целый с кучей музыкантов кстати тут в комментариях я прочитал что но блюз блюз да такая однообразная музыка такое ощущение что слушаешь одну и ту же песню можно одну песню послушать и больше ничего не слушать потому что все повторяется все одно и то же внутри аккорда чего вы хотите по телевизору с аншлагом с невероятным рейтингом из программы люди любят музыку которая построена на трех аккордах хотя блюзе конечно их больше но так уж принято считать да что три но бывает нет нет блюзе блюзе да и три аккорда да сколько угодно и два и один даже джон ли хукер прекрасно и с одним аккордом управлялся писал незабываемые песни фрэнк заппа кстати говорил что большинство его песен если прислушаться внимательно ну я исключаю его симфонические дела когда он играл на рок музыку так называемая он говорил что он любит строить свои произведения на 2-3 аккордах а вообще чаще всего на двух говорил что я предпочитаю два тональных центра и может быть третье там разрешение какое-то уходить и и все ведь получалось по-разному все очень цветисто пышно калейдоскопично и разнообразно не в количестве аккордов дело так вот с чего я начал то про три аккорда да вот и спен вот эта пластинка я не знаю в каком году она была записана в каком году она вышла но вышла она уже в наше время записана была значительно раньше ну если исходить из того что спен умер в семидесятом году это было где-то я так представляю себе что это где-то середина шестидесятых наверное уникальный состав здесь совершенно уникальный отец спен вокал фортепиано мадди уотерс гитара и в одной песне он поет я не расскажу отдельно это удивительное произведение но мадди уотерс здесь выступает в качестве ритм и соло-гитариста что очень приятно рэнсом ноулинг бас little will smith ударный и memphis slim тоже помогает на клавишных последнем номере там где поет мадди уотерс а ну вот собственно да записано в шестьдесят четвертом году вышла пластинка уже позже уже в наше время как-то я не обратил внимание на шесть четвертый год просто ни в каких энциклопедиях не указан год издания этого альбома ну да ладно пластинка называется half and been told по названию одной из песен и это одна из характерных наверное записи спина хотя у него очень много и своих пластинок и записи с другими музыкантами как я уже говорил чем мне нравится у тис пэн манера его игры она чрезвычайно своеобразно какими штампами я буду говорить строить из себя музыковеда очень своеобразная манера на и и как вы говорили это очень удачная пластинка да вот манера его игры мне напоминает не сочтите меня полным идиотом но напоминает талониуса монка в той же степени в какой игра сергея курёхина мне напоминает манеру игры талониуса монка монк был любимейшим пианистом серёжа курёхина и его манера где-то где-то в чем-то она перекликается с монком вот эти вот ломаные фразы недоигрывания квадратов неожиданные всплески аккордовые такие взрывы какие-то странные и такое ощущение что эта музыка играется мне не не так вот фортепиано да не в такой позиции а вот в такой вот так вот человек играет фортепиано и при этом дико веселиться время но вот играя вот так вот ладонями умудряется точно попадать в ноты точно строить аккорды и не промахиваться мимо ритма хотя кажется такая ля-ля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и очень здорово получается вот это ля-ля-ля здесь отчетливо проступает песни джангл буги на второй стороне четвертый номер ну там и ля-ля-ля и виртуозность такая в одноголосых партиях в аккордовых взрывах этих всплесках, что просто теряешь нить повествования и теряешь нить мысли, которая у тебя велась до начала этого произведения инструментального. Потом эта нить запутывается, рвется, потому что вот эти ломанные, такие взрывные фразы, не Монка, а Спена, они, конечно, поражают воображение. Абсолютно поражают воображение. А следующий номер, Ти Найн Найн, это вторая сторона, пятая вещь на второй стороне, там он уже и поет. Ля-ля-ля-ля-ля, Ти Найн Найн на-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля вот так вот, и при этом умудряется играть, и кто-нибудь после этого скажет мне, что блюз это печальная музыка. Ха-ха-ха, я рассмеюсь ему в лицо. Послушайте отиса Спена и поймите, разберитесь, какая это музыка печальная, блюз, или непечальная, Natural Boys предпоследняя вещь, немножко успокаивает, а вот номер семь на второй стороне, который называется You Gonna Need My Help с Мадди Уотерсом, живая практически запись. Кстати говоря, о качестве записи, что я хочу сказать, что качество записи здесь вообще не играет никакого значения. Не играет роли, я хотел сказать. Вот это после того, как разорвалась нить мысли, я в голове прокрутил вот эти Ти Найн Найн и Джангл Буги, и все, и потерял уже связь с реальностью. Вот это не играет никакой роли. Главное, что слышно барабаны, слышно гитару Мадди Уотерса с его чудесным соло, которое в каждой песне здесь присутствует. Изумительный гитарист Мадди Уотерс. И это кайф полный. И это очень хорошо. И не надо вот больше ничего никаких. Приглушенная такая гитара с убранными высокими, она не визжит, не поет, не свистит, а очень строго и правильно играет. И Мадди Уотерс здесь и поет, и немножко спорит с Этисом Спеном, и Спен поет, и покрикивает на Мадди Уотерса, и все очень здорово. И все это в студии, все это вживую, все это с воздухом, все это слышно, и даже бас слышен. Вот что здорово-то. Очень хорошо. Ну, а поначалу здесь Rock Me Mama, классический номер, который задает сразу темп всей пластинки. Потом I Came From Craigsdale с чудесными солирующими гитарными вставками Мадди Уотерса, очень строгими, мужскими и не позволяющими вольности, никакого вольнодумства. Keep your hand out of my pocket. Hey, женщина, бери нафиг руки из моих карманов. Тоже известная достаточно песня. А, вот I Came From Craigsdale здесь как раз эти взрывы Отиса Спена на фортепиано такие безумные. И местами совершенно вдруг ни с того ни с сего такое глиссанда с такой скоростью. Страшно. Какая-то молния пролетела. А это всего лишь на фортепиано сыграл Мадди Уотерс. Спен с буги. Она рифмуется с джангл-буги второй стороны. Такой же безумный инструментальный номер. Sarah Street прогулка по улице Южного города вместе с Мадди Уотерсом в раскачку. Очень кайфовая. The Blues Don't Like Nobody немножко возвращения к реальности из этой улицы. И My Home Is In The Delta последняя песня на первой стороне с удивительным гитарным соло. просто Мадди Уотерс играет слайдом и играет такие вот между нот такие штучки. При этом каждый раз очень точно несколько раз повторяет вот эти фразы. Между нот я имею в виду что не тон-тон-полутон да полутон а вот между полутонами там где-то вот какая-то это такая вот не индийская и не китайская музыка а блюзовая музыка но между нот и вот такой вибратор точно попадая между этими самыми нотами очень интересно очень хорошая пластинка живая с наплевательским отношением к качеству записи что очень хорошо это это вообще для блюза не важно совершенно ну и еще одна пластиночка с пэна 69 года уже это я точно помню в отличие от вот этой самой записанной в 64 году о чем я только что узнал хотя она у меня лежит лет 5 уже эта пластинка The Biggest Thing Since Colossus называется она Otis Penn и Fleetwood Mac Fleetwood Mac приехали в студию Чес в Чикаго в 69 году чтобы поджимовать с легендами блюза просто поджимовать что-то записать непонятно для чего для каких-нибудь сборников или для каких-нибудь новых альбомов своих предполагаемых чтобы туда кусочки вставить отис Penn их услышал ему так понравилось как играет Fleetwood Mac что он решил записать с ними альбом что немедленно и сделал но если сравнивать две вот эти пластинки вот эта с Fleetwood Mac британцами да а эта с нормальными черными братьями то эта штука мне нравится меньше почему меньше потому что она начинается сразу My Love Depends On You первый номер который пять с половиной почти минут идет ну 5-16 такие трели Отиса Спена которые хочется слышать хочется слышать вот этого гения фортепиано но сразу их задвигает гитара Питера Грина с реверберацией как он любил всегда у него гитара погружена в адскую реверберацию что придает вот эту космическую грусть музыке Питера Грина и вот его длинные ноты длинные фразы очень громкая гитара через всю пластинку идет эта громкая гитара барабаны бас чисто белый блюзрок такой но правда Отис Спен нет нет да все таки вернет в реальный мир британских белых братьев и напомнить что они находятся в Чикаго в студии Чес и дает вот этого своего вот этого и как-то все становится на свои места но потом опять с этих мест слетает потому что Грина опять начинает играть свои длинные ноты свои вот эти я ничего не говорю хороший гитарист но я никогда не любил группу Флесбуд Мэг не знаю почему непонятно почему от нее такой космической замогильной грустью веет все время даже когда они мажорные играют блюзы они все равно делают их минорными почему-то поэтому для тех кто любит белый британский блюз-рок это вполне подойдет пластинка но правда Отис Спен здесь все равно хорош все равно хорош и я всем рекомендую вот эти два альбома и любые записи Отиса Спена абсолютно любые если вы видите где-то в кредитах фортепиано Отис Спен сразу надо брать нести домой ставить на полку предварительно послушав это жизнь это музыка жизни и я пошел поэтому пить пока как пау пау пау